Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова К 25-летию Карачаева Черкесия вышла новая книга о том, как возникла идея ее создания и о чем она. Об этом расскажет директор издательского центра М-Медиа Марина Гапоева. Доброе утро всем. Доброе утро, Марина. Я благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. К 25-летию нашей республики, любимой республики, увидела свет книга под названием «Карачаева Черкесия». Скажите, пожалуйста, как возникла идея издания этой книги? Когда мы узнали о том, что в этом году наша республика отмечает юбилей 25-летия, нам тоже захотелось, наверное, как и многим жителям республики, внести свой небольшой вклад в это событие. И тогда возникла идея о создании энциклопедии, в которой можно увидеть всех товаропроизводителей Карачаева Черкесии. Скажите, пожалуйста, о чем конкретно книга? Книга о промышленности, о промышленных предприятиях, о сельскохозяйственных предприятиях. Также у нас туризм, курорты нашей республики. Скажите, пожалуйста, как вы сотрудничали с предприятиями, как этот процесс происходил? Как они шли вам навстречу? Вообще, этот проект реализован при поддержке Министерства промышленности и торговли. Мы обратились к Мурату Олеговичу Аргунову, он поддержал нашу идею. Совместно с Министерством мы составили список предприятий и уже выходили с ними на связь. Приезжали на предприятия, сами делали фото, видео, репортажи. На кого рассчитана эта книга? Книга рассчитана на обычных жителей Карачаева Черкесии. Вообще, мы хотели сделать ее, чтобы она была подарочная, чтобы могли ее подарить и показать, какой потенциал в нашей республике. Вообще, основная задача нашей команды была в этом содержалась. На ваш взгляд, получилось? Думаю, что да. Ну что же, я еще раз благодарю вас за участие в нашей программе и желаю вам успехов. Спасибо вам. В этом году Абазинскому аулу Старокувинск исполняется 150 лет. По инициативе общественная организация «Ла Шара». Там состоялся забег, приуроченный к этой дате. Трехкилометровую дистанцию преодолевали бегуны из разных населенных пунктов в возрасте от 7 до 60 лет. Принять участие в соревнованиях мог любой желающий. По словам организаторов, цель спортивного мероприятия – пропаганда здорового образа жизни. Общественная организация «Ла Шара» полумарафон был организован впервые и сразу получил широкую поддержку. Доказательством тому стало число участников. 120 человек приняли участие в забеге. Все победители в своих возрастных группах были награждены почетными грамотами и наградами. Помолодел. Лет приблизительно на 58. Впечатления, какие могут быть спорты из спорта. Желаю всем, чтобы в 90 лет бегали, в 100 лет бегали, на марафонах участвовали. И Аллах, чтобы так и было. Хочу их поздравить. Поздравить с этим днем. Дай Бог, дай Аллах, чтобы они жили прекрасно в этом ауле. Чтобы никто не уезжал с аула. Чтобы вот так дружно отмечали любые мероприятия. На этом утренний блок вестей завершен. Следующий выпуск в 11.45 с Ашемезом Пхешховым. Удачного вам дня и встретимся завтра. Я, ты, он, она. Мы здоровая страна. Хочешь быть сильным? Бегай. Хочешь быть красивым? Бегай. Хочешь быть умным? Бегай. Наше здоровье в наших руках. Мы выбираем юбок! Твоя семья. Твои друзья. Твой лучший отдых в горах. Твое лето. Твой Архиз Парк. Все подробности на архизрезорт.ру Твоя семья. Твоя семья. Твоя семья. Твоя семья. Твоя семья.